Не только наводят уют у себя во дворах, но и помогают людям. Активисты территориального общественного самоуправления «Мостовая слабота» продолжают печь хлеб для нуждающихся. В этот раз партию кирпичиков белого местной умелицы изготовили для пациентов медико-санитарной части. Хлеб из благотворительной пекарни также поставляется местным пенсионерам на постоянной основе. Научиться печь может любой желающий. На кухне проводятся бесплатные мастер-классы для взрослых и детей. Пока поспевали румяные буханки, кулинары приготовили фирменный мостовской пряник. Мед обязательно, непременно корица, можно имбирь. Если вот такой цвет нравится, то какао. Можно беленький сделать. На вкус какао особо не влияет, только на цвет. Пряники выпекают к праздникам и приезду гостей, а хлеб каждый день. Пекарню обустроили осенью 2020-го на грантовые средства. На базе ТОСа «Мостовая» работает также Центр здоровья, спортивный зал и кружок по рукоделию. Местные жители посещают их бесплатно. Стоит отметить, что общественно полезные некоммерческие организации поддерживаются на государственном уровне. Регулярно проводятся конкурсы грантов для НКО. 2021-й только начался. Активисты ТОСа «Мостовая Слобода» уже успели победить в конкурсе фонда президентских грантов. Мы подавали туда три проекта. Это благоустройство набережной реки Шияги, швейная мастерская и Центр здоровья «Мостовая Слобода». Но так как по правилам конкурса можно выбрать только один проект, мы подумали, посвящались, выбрали Центр здоровья «Мостовая Слобода». На развитие Центра здоровья поступило 863 тысячи рублей. На грантовые средства в Центре будут развивать новые направления – йога-терапию, скандинавскую ходьбу и гимнастику цигун. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ.